Здравствуйте, Эльдар Саветович! Спасибо большое за участие в нашей программе. На минувшей неделе прошел СФО-саммит. Расскажите, пожалуйста, о каких вызовах говорили эксперты на саммите? Вы знаете, Казахстан ГРОФ форум проводит 8 больших мероприятий. Они направлены на конкретных руководителей по своим функциональным обязанностям. СФО прежде всего ориентировано на финансовых директоров. И финансовые директоры, конечно же, обсуждают вопросы, как реализовать задачи, которые ставят руководители компаний. Поэтому больше вопрос СФО, какие приоритеты стоят, насколько они там правильные и реалистичные, как правильно к ним подойти. Ну и главный вопрос, как все-таки реализовать эти планы. Потому что, чтобы реализовать эти планы, надо понимать в целом экономическую политику государства, макроэкономическую среду, риски, с которыми мы работаем. В дальнейшем мы должны понять, как все-таки реализовать наши инициативы внутри того инструментария, который у нас есть. Поэтому весь мероприятие СФО посвящено, во-первых, пониманию макросреды, тех трендов, которые происходят в мире для финансистов, с финансистами, куда идет весь мир, не только Казахстан, куда смотрят финансовые эксперты. Здесь в этом отношении мы, конечно же, приводим международных экспертов, которые делятся своими выводами, взглядами, что важно для развития отраслей, экономического развития, что важно еще и для СФО, вызова роли СФО, потому что она тоже своеобразна, потому что она тоже меняется. Она меняется под теми вызовами, которые стоят у нас. Ну и в этом году очень много было вопросов, связанных с роли банков. Насколько банки, мы очень сильно видим, что недостаточно кредитных средств в экономике, что сегодня любой рост, он нуждается в инвестициях и в капитале. Откуда взять этот капитал? Насколько банки сегодня готовы идти навстречу клиентам? Насколько в целом интересы государства, связанные увеличением кредитования реального сектора, подкрепляются определенными инициативами? Очень много таких вопросов. Ну и, конечно же, все равно это глобальные тренды, что происходит с технологическими изменениями, как технологии помогают финансовому директору выполнять свои функции лучше, эффективнее, как взаимодействовать. Вот эти основные вопросы были охвачены на СФО-саммите. О каких рисках вообще идет речь на этот год? Ну, основные риски мы видим, что политический фон все равно является самым большим. Вот тема, основной темой СФО-саммита была остающаяся экономическая неопределенность. Эта экономическая неопределенность связана с тем, что Казахстан сегодня, ну, мы все знаем, это сегодня замкнутая страна, сегодня нет выхода у нас к Мировому океану, просто к рынку. Мы сегодня видим, что наш внешний, там, северный сосед Россия находится в санкционном режиме. Мы видим, как технологические ограничения начинают касаться, там, китайских технологических, там, технологий. Поэтому это все начинает сказываться на нас. Мы видим, что политически это влияет, и мы видим, там, насколько вот этот политический фон влияет уже на притоки отток капитала страны. Мы видим, что усилилась нагрузка на валютную, там, валютные риски. Мы видим, что сегодня возможность валютных колебаний очень высока. Мы видим, что резко увеличились киберугрозы, кибератаки, да, и это тоже, там, влияет на нас, насколько наши системы сегодня могут быть резистентными, то есть они могут выживать сами, насколько они, там, зависят от технологий внутренних или внешних. Все это начинает играть свою роль. Поэтому сегодня большие вопросы, это вопрос, таки, экономической неопределенности, вопросы санкций и вопросы киберугроз, там, угроз. Ну, и вопрос экономической, прежде всего, касается валютного курса. Об этом говорят бизнесмены, да, и финансисты. Кому они обращаются? Государство. Если государство, то что должно сделать государство для того, чтобы искоренить эти проблемы и дать возможность расти? Это, наверное, центры компетенции, где сходятся во мнении рыночные игроки. Даже я скажу, это не все бизнеса, это те бизнеса, которые ориентированы на развитие такого свободного рынка. Здесь они сходятся и понимают, читают ли они ситуацию одинаково, видят ли они системные проблемы одинаково, видят ли они решения из этих проблем одинаково. Ну, и всегда площадка открыта для государственных служащих, для государственных мужей, мы говорим. Мы всегда открыты. Не всегда они готовы к разговору, но в целом мы всегда, площадка открыта, чтобы они могли донести, что же они все-таки хотели. И, наверное, здесь там мог бы частный сектор подсказать, как лучше этого достичь. Наша основная цель – добиться вот такого win-win, когда цели государства, цели в развитии, мы называем policy making, создание индустриальных политик, правильных политик развития, могут найти интерес со стороны микроуровня. То есть макроцели, микровозможности, возможности на микроуровне всех компаний быть заинтересованы, двигаться в одном направлении, направлении win-win. Вот этим, наверное, отличается площадка Казахстан Грофорум. Поэтому мы стараемся, чтобы, конечно, услышали, но основная задача сегодня – консолидировать мнение самого частного сектора. Ну вот, кстати, сами бизнесмены на форуме говорили о том, что сейчас недоступно корпоративное кредитование. Что говорят банкиры по этому поводу? И как вообще можно решить и оживить экономику с помощью кредитования? Вы знаете, там много разных аспектов. Самый номер один, давайте по полочкам ее раскладывать. Кредитование, прежде всего, зависит от стоимости кредитования. Мы видим, что для банков стоимость кредитования – это стоимость депозитов. Сегодня стоимость депозитов, она близка к ставке рефинансирования Национального банка. Это естественно, потому что для любого депозитора есть альтернативные инвестиции, безрисковые инвестиции в госбумаги. И, соответственно, ставка рефинансирования Национального банка является базовой ставкой, вокруг которой уже начинают формироваться сверху уже там ставки депозитов. И, соответственно, уже сверх этого идут ставки банков по кредитованию. Сегодня мы видим, что ставки очень высокие. Они вызваны тем, что в целом уровень инфляции очень высок. Если бы мы сдвинули эти ставки ниже инфляции, то мы, наверное, получили бы ситуацию, как в Турции. Где тоже так они назвали неортодоксально, они подошли к экономической политике, снизили процентную ставку и стали кредитовать дешевыми деньгами экономику. В конце концов, краткосрочно, может быть, работает. Но долгосрочно это приводит к большим последствиям. И мы видим сегодня, что девальвация турецкой лиры приводит к тому, что уходят десятилетия на стабилизацию ситуации. То есть вот эти краткосрочные меры, я бы назвал очень популистские, они обходятся очень дорого после. Потому что есть свои правила. Рынок, при том, что он довольно свободен, у него есть свои правила. Это как в природе, там все развивается, есть по своим правилам. Есть и весна, есть и осень, и, к сожалению, есть зима. То есть, соответственно, в эти циклы мы должны вступать, мы должны взаимодействовать, и мы должны эти различные формы отрабатывать. Поэтому здесь стоимость кредитования – большой вопрос. Здесь, с другой стороны, мы видим, что кредитуется очень мало реального сектора. Вопрос становится, что очень зарегулировано поле по кредитованию корпоративных лиц. И мы видели, что было большое движение в сторону потребительского кредитования населения. Но население сегодня у нас закредитовано. Очень много его говорят. Но мы продолжаем видеть, что сегодня все равно, то и хана процветает автомобили дорогие, айфоны в кредит. То есть сегодня население пока еще, к сожалению, не дошло до той стадии финансовой грамотности. И я боюсь, что, к сожалению, наверное, вот это десятилетие будет очень болезненно. Решения здесь нет. Решение правительства, которое оно принимает, что прощает долги, оно приводит еще в большей форме на сегодня эту болезненную ситуацию сохранять. Поэтому, наверное, надо взрослеть, население должно повзрослеть. Государство, ту функцию, которую не шло еще с советского времени, вот такого старшего, скажем, родителя, строгого родителя, сегодня получило своего трудного ребенка. К сожалению, вот взаимоотношения очень сложные. Ну и хотелось бы, наверное, сказать, что государство надо отходить, правительству от роли такого вот parental state, да, на английском есть такое выражение, то есть такого родительской опеки, да. Мы должны, наверное, переболеть, у нас должен появиться свой иммунитет. Иначе мы начинаем плодить рыночные аномалии. И эти рыночные аномалии не дают возможности развиваться нормальному бизнесу. Ну, возможно, тогда, может, государству необходимо пересмотреть какие-то законы, да, в частности, вот в плане корпоративного кредитования и так далее. Да, вы, наверное, слышали, это не только корпоративное кредитование. То есть на CFO-саммите обсуждались разные темы. От макро-макро тем до таких индустриальных, отраслевых тем, до микроуровня тем. Мы сегодня говорим, что это не вопрос только кредитования. Во-первых, какие цели ставит правительство? Они реалистичны и нереалистичны? Может это реализовать бизнес или нет? Мы видим то, что очень большие его цели. Ну, и, наверное, очень справедливо, эксперты его говорили, что даже те меры, те цели, которые ставятся правительством, сегодня, наверное, достичь старыми методами не получится. Мы будем иметь еще больше старый Казахстан. И в этом отношении нам был такой вопрос, что, наверное, если мы хотим диверсифицировать экономику, то сегодня нам нужны очень радикальные меры. Очень радикальные. Прежде всего, государственные политики. Поэтому, наверное, вот сейчас этот вопрос год и год обсуждается. И, наверное, в кулуарах были обсуждения, что, к сожалению, многие проблемы, которые мы обсуждали 15 лет назад, они там. Yellow Pages там начал развиваться. Он, на самом деле, я сегодня его подчеркнул, даже не 5-7, 12 лет, да, то, что он был в закон, он нашел в 15-м году, скоро 10 лет будет, да. Но, скажем, реализация этих многих инициатив каждый раз, ввиду того, что инициональная память в правительстве очень короткая, мы забываем, и мы там каждые 5-7 лет начинаем заново возвращаться к тем же проблемам. Многие проблемы, к сожалению, не доходят, и, ну, я думаю, к сожалению, не в состоянии понять те проблемы, которые войдут, и решения, которые предлагает частный сектор. Поэтому пока частный сектор пытается выживать сам и, там, не полагаясь на государство, пока отрабатывает то, что должен отрабатывать. И я думаю, это хорошая часть, что они растут и развиваются. И, может быть, стоит обратить внимание именно на частный сектор, почему он занимается, и те, кто выросли вопреки, они очень многое могли бы подсказать. Да, я с вами согласна. Эльдар Советович, еще на площадке саммита обсуждался такой вопрос. Реально ли достичь уровня ВВП в 2029 году двукратного роста? Или это миф? Сегодня мы видим, те инициативы, которые берутся, их недостаточно. Их ужасно мало. Сегодня мы понимаем, что не только инвестировать в определенные проекты. Мы должны сегодня расширить, в первую сезону, кто может гравить этот экономический процесс. Это не 15, не 100 проектов. У нас должно быть такое сильное, широкое экономическое развитие с участием многих участников. Если это обеспечится, тогда можно его идти. Сегодня обсуждалось, например, пример Индии, где полтора миллиарда человек. Мы обсуждали то, что вопрос ее развития, она связана, прежде всего, охватить более широкие массы. Второе, увеличить продуктивность внутри. Ну и мы в целом говорим, что внутри нам тоже надо технологически на другие рельсы ставить. Нам нужно развивать новые индустрии, диверсифицироваться. Нам надо найти новые точки роста. Но это такая, вот в бизнесе тоже мы всегда его говорим, что нам постоянно, мы не можем только заниматься вчерашними проблемами. Это мы называем в бизнесе run. То есть мы занимаемся тем бизнесом, который уже состоялся, он действует. У нас есть другая часть, мы называем grow. То, что должны мы поменять, мы должны растить быстрее, мы должны на 20% ежегодно его растить. Этот сектор нуждается во внимании, и самые другие подходы. Есть и третья зона, которую мы называем, трансформировать. То есть для того, чтобы трансформировать, мы можем расти в 2-10 раз. Но для того, чтобы это трансформировать, скорее всего, мы должны сломать то, что сегодня мы делаем. Потому что любая трансформация связана вот таким с disruption, с разрушением того, что его было. И я боюсь, что нам надо много разрушать, чтобы быстро расти. А где, в каких секторах эти новые точки роста? Ну вот давайте, наверное, остановимся, где точки роста сейчас. Все точки роста у нас в добывающем секторе. Достаточно ли это для Казахстана? Мы сегодня говорим, что большая часть населения не занята или занята не в тех секторах, которые нужны. То есть нам нужно сегодня повысить доходы населения. У нас две трети населения зарабатывают меньше 2 долларов в час. Это не из-за того, что они не хотят работать. Нет, они хотят работать. Но сегодня экономическая среда оставляет им очень низкоэффективные рабочие возможности. Вот задача, наверное, прежде всего правительства создать такие возможности, когда появится более эффективная работа, когда мы будем уважать, что доктора получают больше, чем водители или развозчики пиццы. Потому что мы сегодня видим, что, наверное, выгоднее быть развозчиком пиццы, чем врачом. И мы сегодня сами же начинаем подрезать тот суд, на котором мы сидим. Сегодня экономическая политика не способствует развитию профессиональных сервисов, профессиональных услуг. Мы сегодня там легче нам сегодня на базаре. На базаре там хорошие, ну, разносчик сегодня зарабатывает до 300 тысяч тенге в месяц. Да, ее официально. И, конечно, мы создаем перекосы. У нас большой вопрос остается, почему базары до сих пор существуют как класс. Потому что, ну, наверное, вопросы стоят, там, наверное, все-таки есть товар, который дешевле, чем в официальной экономике. То есть много вопросов, которые в экономике стоят, и надо их, наверное, решать. Но мы очень сильно здесь, в Алма-Ате, апеллируем, говорим, есть важные индустрии, где построение центров компетенции занимает не 5, не 10 лет. Это займет 20-30 лет. И мы сегодня очень важно, чтобы мы Казахстан построили на именно вот таких профессиональных компетенциях. Их очень важно быстро разрушить, но очень сложно их восстановить, ее создать. А тем более для Казахстана сегодня нам надо создавать новые сектора, которых и не было в Казахстане. То есть это очень большие вызовы. Вот как раз-таки о диверсификации экономики очень многое время говорят. Но по факту все мы видим, что мало что делается для того, чтобы диверсифицировать эту экономику. Как вы думаете, в чем проблема? Эта проблема, она непростая не только для Казахстана, да, она непростая для многих ее индустрий. Очень много вот апеллировалось, скажем, на саммите к сельскому хозяйству. У нас большая часть сельского хозяйства занята в производстве зерновых. Эти зерновые были, наверное, выгодны в режиме Советского Союза. Но сегодня они по-большому без субсидий просто убыточны. Мы тратим огромные субсидии. Эти субсидии почему-то все заинтересованы ее сохранять. Мы сохраняем большую часть его населения. Но она на самом деле это такая мина замедленного действия. Нам нужно переходить на новые культуры. Нам нужно в целом ее меняться. Там, наверное, там запросы вот сегодня для Казахстана с транспортной составляющей. И если мы правильно сделаем железнодорожные тарифы, то, может быть, там большинство индустрии, которая вчера процветала, будет сегодня не таким уж процветающим. То есть мы сегодня еще до конца не понимаем, из какого кармана, в какой там деньги ее переходят. И это тот фактор, который нас сильно беспокоит, что вот такой ценовой разрыв, ценовые ножницы, они искусственно ее сохраняются и, к сожалению, не поддерживают те индустрии, которые должны быть. В целом, вы знаете, что Казахстан является членом ВТО, и ВТО запрещает там субсидирование. И в этом отношении развитие новых индустрий – это очень сложный процесс. И здесь, к сожалению, одними, вот, скажем, декларациями трудно будет его достичь. Тут нужна очень сильная работа. И прежде всего здесь нужно взывать к тем, кто состоялся не благодаря, а, к сожалению, вопреки государству. Потому что построение экспертизы, построение компетенции, создание внутренних институтов развития, создание там стандартов, переход к этим стандартам, создание рыночной практики – это очень трудный, сложный, непростой процесс, но который нужно задумываться, начинать и так, последовательно проводить в жизни. Я с вами абсолютно согласна. Спасибо большое, Эльдар Саветович, за очень интересную беседу. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам. Об экономических вызовах Казахстана в 2024 году мы говорили с председателем Казахстан Гросс Форум Эльдаром Абдразаковым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова